всем привет сегодня поговорим на такую актуальную тему как для женщин так и для некоторых мужчин это алименты подписывайтесь на мой канал ставьте лайк я буду продолжать может быть мой рассказ мой жизненный опыт поможет некоторым женщинам смотивирует их на какие-то поступки на какое-то действие в общем за алименты я борюсь уже на протяжении где-то четырех лет моей дочери софии 13 лет уже девять лет я ее воспитываю 1 ну как 1 раньше воспитывала 1 а потом я встретила своего замечательного супруга и мы занимаемся этим совместно но я имею ввиду без участия ее отца но раньше у меня складывалось такое мнение немножко перескочила в общем когда мы с бывшим супругом разошлись у нас была такая договоренность о том что он платит мне 5000 рублей на содержание ребенка в месяц без вот этих всех подач заявления там выпад алиментов и так далее просто вот ну договоренность я тебе плачу 5000 рублей тебе будет достаточно и на этом как бы мы разошлись но на тот момент я согласилась но я же такая справедливая я же я же самостоятельная ну думаю да в принципе 5000 ребенок маленький ходит детский садик мама и папа должны совместно заниматься содержанием обеспечением там всем необходимым ребенка 5000 его 5000 моих в принципе 10000 но думаю в принципе ребенку хватит как бы там ну детский сад больших затрат и не нужно там заплатить за садик что-то купить к садику и так далее там покушать его что может ребенок кушать там в четыре года много съест ну в общем я с этим была согласна хорошо 5000 значит 5000 то есть никаких алиментов я не выбивала ничего так мы с ним жили на протяжении полутора полгода он здесь на риске проживал работал в шахте платил 5000 на ребенка ну и как-то и бог с ним дальше он посчитал что норильск это не для него получил расчетные выплатил нет десять тысяч рублей за два месяца вернее на два месяца данные элементы 10000 помахал ручкой и до свидания в общем и отсюда он уехал ну и на этом мы шо мои радости в виде 5000 алиментов на этом закончились естественно я больше от него ну там может быть были какие-то периодические выплаты знаете там раз в полгода что-то мне там тыщенку две пришлет ну как бы не более того ну и на этом конечно же марина пошла на вторую работу но не суть суть в том что с моей стороны было очень глупо считать что я ж мать я же самостоятельная я же такая гордая но не хочет он платить алименты мы не надо ну зачем его будут заставлять пыталась войти в его положение и так далее ну в общем я считала что я самостоятельная я мама я не буду никого заставлять не буду никого просить я в общем буду справляться сама сама буду воспитывать расти своих детей ну и вот с этим мнением я так скажем жила на протяжении нескольких лет но потом не знаю что какое прозрение на меня снизошло или или мудрость всегда говорю мудрость приходит с годами какой-то опыт в общем я стала понимать что я что я что-то делаю не так что не должно такого быть что значит я должна что значит я обязана что значит я сама я самостоятельная нет это это неправильно есть папа есть мама есть одинаковые права у обоих родителей одинаковые обязанности у обоих родителей и почему я все совместные наши обязанности перекладываю на одну себя почему ну я что какая-то олигарша там я не знаю я какая-то богатая даже если бы я была супер-пупер богатым человеком я бы все равно поступила так как я поступила уже потом впоследствии потому что это правильно в конце концов есть есть закон нашего государства есть семейный кодекс который гласит о том что оба родителя оба должны заботиться о своем ребенке должны содержать своего ребенка должны участвовать в его воспитании и я начала действовать я подала официально на алименты в связи с этим конечно же я выслушала массу там оскорблений вплоть до там угроз и что мне спокойно не живется и так далее но я до меня до моей головы дошло что это правильно что так надо конечно же я не скажу что я там нуждалась в этих деньгах и все тому подобное естественно у моего ребенка все было естественно я ее также одевала бывала кормила собирала в школу там ну старалась баловать и летала она у меня в отпуска каждый год естественно все это было но с алиментами мой ребенок получал бы на чуточку больше больше баловства больше конфеток больше фруктов может быть сходил бы лишний раз в кинотеатр на мультик в общем я это поняла я это осознала что моя мое право и моя обязанность добиться того чтобы моя дочь получала алименты от отца если он сам добросовестно не выполняет свои обязанности я должна это сделать через суд подала на алименты естественно я получала копейки от алиментов он всячески уклонялся от уплаты избегал всего этого конечно же у него в жизни все было замечательно у него был свой бизнес у него там женился у него стали рождаться слава богу там здоровые замечательные детки я за него рада но у него же еще есть ребенок которую зовут софья который 13 лет который он обязан платить алименты обязан участвовать в ее воспитании получить водички водички сыночек ну естественно я получала копейки плюс ко всему платежи были нерегулярные он ну всячески уклонялся пытался как-то там нас дурить естественно его бизнес которым он занимался он был не на нем он зарегистрирован на его супругу а он там просто работал числился каким-то там не знаю водителем в общем в итоге мне это поднадоело я ну как бы понимала осознавала что просто над нами надо мной над над моей дочерью просто-напросто смеются я обратилась в суд я обратилась в суд с заявлением об изменении способа взыскания алиментов с долевой на твердую денежную сумму я обратилась в суд вот подала вот это заявление в наш норильский городской суд суд у меня заявление принял к рассмотрению что я прилагала к заявлению к заявлению я собрала все чеки на расходы чеки о расходах на мою дочь в течение месяца то есть я приложила туда чеки на питание в школе репетитор сотовая связь проезд до дома спорта три раза в неделю туда и обратно на питание ну на питание я просто там просто написала сколько у нее уходит в месяц на питание дома в семье ну в общем в общем все что могла там надежду обувь по-моему и покупала а потом куртку покупала я предоставила справки о выплаченных алиментах справки я заказывала с предприятий на которых он работал он работал вот на своей фирме по отделке натяжные потолки отделки квартир они мне прислали справку о выплаченных алиментах дальше он устраивался еще там на одно предприятие в найм тоже это был такой такой как бы ход он туда устроился на несколько месяцев все это время пробыл на больничном естественно он зарабатывал деньги у себя в своей компании зачем он будет ходить там каким-то водителем куда-то он там был на больничных естественно мне алименты выплачивались с больничных дальше потом он устроился в центр занятости по безработице опять это такой его грамотный ход устроился в центр занятости по безработице я получала там тысячу с копейками способий по безработице на протяжении полугода после полугода и выплаты естественно прекратились так как ему предоставляли место работы куда он мог обратиться но он от всего отказывался конечно зачем ему это он от всего отказался и в итоге через полгода выплаты прекращаются как раз он устроил в центр занятости встал в августе и выплаты прекратились в феврале как раз в тот момент когда вот я подала на изменение способа взыскания алиментов это было в феврале месяце все справки я собрала о выплаченных алиментах естественно в справках алименты были копеечные где-то они были нерегулярные то есть когда он работал в своей компании они могли мне выплачивать алименты там раз в три месяца там пришлют там два месяца я не получаю потом раз там получу за три месяца ну то есть нерегулярно не так вот как и на предприятиях что месяц в месяц там день в день в день в день там в день зарплаты приходят там алименты нет не так все было что я еще предоставила ну в принципе все то есть чеки на мои расходы и выплаченные алименты на основании этого суд вынес решение удовлетворить мой иск частично то есть я просила минимальный прожиточный минимум ребенка в нашем регионе по городу Норильску на тот момент он был семнадцать там с копейками вот я просила эту сумму ну суд это удовлетворил частично он разделил так как оба родители обязаны он разделил и значит вынес решение изменить способ взыскания алиментов с одной с одной шестой доли на твердую денежную сумму в виде восемь тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля с учетом индексации прожиточного минимума то есть эта сумма не фиксированная она будет постоянно увеличиваться в связи с тем как увеличивается прожиточный минимум с решением суда я полностью была согласна меня это полностью удовлетворило потому что я в принципе не рассчитывала на шестнадцать тысяч я так и знала что суд суд разделит ну дальше он конечно на этом не успокоился он подал на обжалование в красноярский краевой суд ну там естественно ему отказали так что к чему я все это рассказываю просто многие женщины в связи с юридической неграмотностью может быть ну многого не понимая может быть думают что это все так сложно но дорогие женщины изменить способ взыскания элементов не сложно просто нужно взяться обратиться с заявлением в городской суд суд обязательно примет ваше заявление естественно нужно заказать справки о выплаченных алиментах если вы там например не знаете на каком предприятии работал ваш супруг ну там какие то трудности с этим возникли можно заказать у приставов эту справку если не получается у приставов это сделать можно сделать ходатайство в суд о том чтобы суд сам сделал запрос и судебном порядке он и он получит этот запрос у выплаченных алиментов то есть ничего сложного в этом нету опять же это ну в отношении тех отцов которые там злостные неплательщики которые например платят копейки которые уклоняются от алиментов часто меняют место работы то есть алименты нерегулярные например в какой-то момент они там копеечные потом там раз например выплатит какую-то там большую сумму потом опять там какие-то копейки то есть если нерегулярные алименты поэтому это ваше право я хочу сказать что помимо того что это ваше право я склоняюсь к тому что это ваша обязанность это наша обязанность не надо включать свою гордость тут даже скажем не гордость а скорее гордыню что я ж мать я ж самостоятельная я справлюсь сама я не буду ни о чем просить не надо так делать вам ребенок за это спасибо не скажет вы поймите что да конечно наш ребенок он получит все необходимое естественно я там из кожи вон вылезу устроить там на вторую на третью работу но мой ребенок будет все иметь но помимо помимо необходимых каких-то вещей вы сможете получая алименты вы сможете ребенка баловать вы сможете его радовать вы сможете ему купить что-то свыше вашего лимита так скажем который вы выделяете на ребенка вы получите алименты ребенок ваш получит больше больше сладкого больше фруктов больше каких-то может быть вот как у меня сейчас ребенок и софья ей уже 13 лет ей естественно ей нужны какие-то какие-то уже девчачьи вещи ей нужны средства на личные расходы она куда-то с подружками выходит где-то в кафе сходить где-то в кино сходить где-то какую-то косметику купить какие-то вот эти вот девчачьи штучки ну что я об этом рассказываю все мы мамы все мы прекрасно понимаем что нужно нашим детям и с алиментами ваш ребенок будет получать больше не надо лениться не надо думать что это все это все так сложно что у вас ничего не получится даже если у вас ничего не получится вы скажете своей дочери там своему сыну что я сделала все что могла вот все что было в моих силах я все сделала сейчас я так сделаю это мой маленький сыночек да сынулечка да поздоровайся скажи всем привет привет скажи всем привет я не хочу и даже если вот как в моем случае вы не будете получать этих алиментов вот у меня уже скоро пойдет второй год после решения суда о твердой денежной сумме я алиментов до сих пор не получаю естественно он также уклоняется но тем не менее долг то все равно будет копиться долг все равно копится и рано или поздно вы все равно получите алименты то есть никто им их не простит нету какой-то там знаете за сроком давности там или еще что-то алиментов это не касается в любом случае они их выплатят а там я не знаю с пенсии когда-то они пойдут же все равно на пенсию с пенсии будут высчитываться либо я не знаю может быть мужчины надеются что в связи вот с нашей этой новой реформой они до пенсии не доживут может быть у них такие мысли но у них же будут дети наследники в конце концов которые все равно выплатят алименты поэтому не надо еще да вот просто беда многих женщин что женщины думают да что там с него возьмешь он никогда у них не выплатит и никогда ничего от него не увижу зря вы так думаете очень даже зря потому что ну еще раз повторюсь алименты никто не прощает алименты все равно вы получите даже когда там вашему ребенку я не знаю там 30 лет будет вы все равно получите свои алименты с пенсии будут высчитываться он не будет пенсии там не доживет он до пенсии там мало ли что возможно будут наследники которые которым придется выплатить долги своего папы ну вот как то так в общем женщины дерзайте не бойтесь совершайте поступки ради своих детей все у вас получится а мужчинам хочется сказать ну именно вот мужчинам не плательщикам не участвующим в жизни своих детей хочется спросить как вот вам вообще живется как вы ходите спокойно по этой земле как вы спокойно спите как вы спокойно кушаете спокойно отдыхаете зная что где-то живет ваш ребенок которому вы не платите алименты которого вы не воспитываете за которого вы не радуетесь которого там вы не водите в садик вы не водите его в школу вы не проводите с ним выходные дни как можно как можно так жить нет я понимаю вот случаи бывают разные у меня есть знакомые мужчины которые исправно платят алименты которые заботятся о своих детях которые переживают за своих детей которые берут их на выходные помогают со школьными со школьными уроками есть такие отцы берут их в отпуска вот например на речане там папа летит в отпуск он берет ребенка с собой в отпуск есть такие отцы много таких отцов и я считаю слава таким отцам которые исполняют свои обязанности которые могут договориться со своей бывшей супругой независимо от того там в каких отношениях они расстались какие-то может быть обиды там злость и так далее но причем здесь ребенок вы же разводясь с женщиной вы же не разводитесь со своим ребенком ребенок же остается ваш а к сожалению у многих отцов происходит именно так разводясь с женщиной отцы разводятся со своими детьми и очень-очень печален этот сей факт поэтому что я хочу сказать женщины, мужчины любите своих детей заботьтесь о своих детях обеспечивайте своих детей воспитывайте своих детей в общем делайте все чтобы ваши дети были как можно счастливее подписывайтесь на мой канал ставьте лайк всем пока пока пока